доброго времени суток подморозило с утра минус кошмяк куда-то опять убежал а мы сегодня вас с вами займемся сменой мэй и фиксации detail ну также рекомендую смотреть видео до конца это как я вам еще подскажу каким образом от провайдера можно скрыть то что вы на мобильном тарифе юзайте его в модеме ну и также какие есть ограничения по трафику у каких провайдеров после которых вашу сим-карту отправят в теневой банк то есть срежет на ней скорость в никуда 128 килобит в секунду и как хотите так с этим живите ну что ж поехали попытка номер три записать данное видео что-то меня мой микрофон подводит начнем мы со смены мэй закончен фиксации ттл ну и советую досмотреть видео все-таки до конца так как будет некоторые фишки которые позволят вам сделать так чтобы ваша сим-карта не была провайдером заблокирована по скорости интернета начнем со смены мэй переходим вставляете сим-карту в роутер запускаете роутер входите в админку переходите в сети модем и дальше нас интересует терминал если у вас есть собственно какой-то ненужный телефон то можете взять и мы оттуда если у вас нету такого нет куда взять и мы то в интернете есть куча генераторов для и мы их собственно ими воспользуемся вот я первый попавшийся по запросу в яндексе и мой генератор нашел выбираем модель телефона сяоми люблю я сяоми нажимаю генерировать мы смотрим что нам генерировать ридми 3 спрай чем поприличные есть мимок знаю что в нем собственно были уже была агрегация частот поэтому будем использовать его на всякий случай пристраховываемся даже в этом и нам потребуется собственно этот команда выбираю то что я делал для предыдущего здесь у вас будут иксы команды будут под видео и вставляем копируем команду возвращаемся в наш терминал или здесь у вас будет команда первоначальная от со склицательным знаком удаляем ее я удалю предыдущего вставляем и тут применяется не с помощью enter а с помощью кнопочки запросить ждем что нам выдает окей далее видео можно перейти посмотреть какой у нас сейчас иной у нас он заканчивается на 58 должен заканчиваться на 3 шестерки контрольная панель и перезагрузить модем по питанию либо же вы можете перезагрузить просто весь роутер по питанию возвращаемся в модем и и смотрим какой у нас и мы пока что не сменился нужно плоду ждать меняется он не сразу ну так прошел очков их работает немножко подтупливает даже в этом вот собственно сменился после этого у вас собственно должно произойти подключение к интернету если у вас мегафон и вам позволяет безлимитно сдавать интернет я сажу вас какая-то гадость типа мтс либо билайна то вам еще скорее всего будут требуют заплатить за возможность раздачи интернет вы так бешеные деньги за интернет платите так еще и платите за то чтобы вы раздать на другие устройства в принципе роутер крокса по умолчанию фиксирует ттл для этого мы заходим можем проверить следующим образом службы проверка сети спускаемся ниже и вот здесь у вас будут указаны днс от гугла яндекса и openvpn по моему а колдин с и также здесь указаны ттл 64 64 64 это ттл мобильного устройства у компьютеров немножко другой 128 вот на этом вас могут купали если же у вас вдруг такой вкладочки нет я не знаю что там на других роутер крокс происходит что они чудят и творят мы переходим в раздел система программное обеспечение здесь мы собственно можем посмотреть установить посмотреть какие пакеты установлены и обновить их нам нужно чтобы у вас были установлены вот эти два пакета 1 и 2 проверяете установлены ли они и на всякий случай их нужно обновить то есть для фиксации ттл нам все равно понадобится каким-то образом получить интернет для того чтобы установить если они установлены данные пакеты далее мы переходим в загрузка и здесь нас интересует вкладочка запуск пакетов и служб пользователя и вот здесь у вас будет все это заказчиваться exit 0 и вот этой вот команда длинный не будет команда вот мы и сюда вставляем нажимаем сохранить мы ее вставляем между собственно верхними строчками и exit 0 после чего перезагружаем роутер после перезагрузки уже фиксация ттл будет если вдруг не сработало ставки 65 проверен ну по крайней мере раньше так делали на всех смартфонов когда запрещено как раздавать но раздают фиксировали всегда на 65 и так проверить мы можем следующим образом как у нас часто запускаем cmd случае виндуса случае линукса и макуился смотрите как проверить ттл пинг 127.0.0.1 локальный хост и смотрим что ттл 64 теперь как защититься от того чтобы провейдер не спалил то что вы используете сим-карту для смартфона в устройстве типа роутер первое заведите vpn провайдер может проверить какой трафик у вас идет но так как у меня халявная раздача мне это не нужно если же у вас вдруг раздача платная либо раздачи вообще нету даже купить нельзя то заводите vpn и туннелируйте весь трафик через него провайдер будет думать что вы подключаетесь куда-то неизвестно куда так как весь трафик зашифрован если вам интересно каким образом сделать собственный vpn с подключением напрямую через openvrt пишите в комментариях сделаю отдельный видосик как говорится vpn вы используете либо свой либо покупать свой тоже придется покупать покупать сервер на которому собственно будет идти туннелирование и у нас еще есть второе любимое провайдерами это превышение трафика дело в том что независимости какого сим-карта для роутера для модема либо же для смартфона есть определенное количество трафика трудом позволяют использовать в сутки если вы его превысите вашу ссылку можно выкинуть да по ним можно звонить и все потому что скорость интернета вам срежут до 128 килобит то есть даже страничку загрузить нельзя будет и делается это следующим образом вы превышаете трафик срабатывает автомат и на вашу симку кладется это ограничение кладется навсегда большим медным тазом даже если вы позвоните провайдеру вам скажу что все в порядке это скорее все проблемы на вышке если вы рядом включите симку другого такого же провайдера в другом телефоне но в телефоне в модеме то вы увидите что с вышкой все в порядке перевыпуск такой сим-карты не поможет ну можно просто не превышать это количество трафика мне подсказал про это один из подписчиков которые собственно занимается монтажом интернет оборудования в том числе и мобильного интернета нет это не центр дисконнект это человек который работает с нормальным оборудованием хотя о чем я говорю я вам рассказываю про crocs и говорю про человека который занимается нормальным оборудованием он не занимается crocs он занимается нормальным оборудованием crocs это crocs это китай российскую упаковку с антеннами и жести такое вот ограничение у нас следующее для всех провайдеров кроме черного то есть это кроме теле 2 но составляет 1 терабайт если вы скачаете больше одного терабайта в сутки прощайте сим-карты так что если вы качаете какие-то сериальчики с интернета качать их по частям чтобы не превышать этот терабайт и не забывайте что вы еще пользуетесь помимо торрента какого-то еще и всякими фейсбуками одноклассниками вконтакте камень инстаграм чиками youtube чиками они тоже живут трафик ночью в интернете сидеть возможно в какие-то игры играть так что тут выделите себе 500 мегабайт для этих операторов то вот черным еще все хуже у них подальни 500 мегабайт 500 гигабайт черными все хуже у них как раз и ограничения 500 гигабайт свыше 500 гигабайт если вы превосите то ваша симка превратится в мусор и по ней можно будет только звонить скорее всего за дорого так что не превышайте ограничения и не качайте много стороны торренты они вредят вашему компьютеру заражают его вирусами но это так а наболевшим просто иногда общаюсь с некоторыми людьми друг или убивают собственно в принципе все и мы мы сменили тейл зафиксировали про ограничение рассказал как не превышать и как немножко так зашифроваться от права на этом ребят я с вами буду прощаться если видео было полезно можете поддержать канал материально кнопочка супер спасибо под видео либо же реквизиты в описании подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии не забудьте активировать колокольчик ну и что еще силы земли ну и чтоб ваш интернет не тормозил был подешевле и провайдер не засек что вы юзаете вот такие вот веселые тарифы на модемах и роутерах